К другим новостям. Во Владимирской области приступили к проведению мероприятий по безопасности людей в период весеннего половодия. По прогнозам специалистов, уровень воды поднимется до средних многолетних значений, а на отдельных участках рек до высоких отметок. В зону подтопления во время половодия при самом неблагоприятном сценарии могут попасть 24 населенных пункта и 50 участков дорог. Еще 32 населенных пункта может отрезать от большой земли. Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, глава округа Муром Евгений Рычков поручил управлению по делам ГОИЧС уточнить потенциально возможные зоны подтоплений, определить перечень предприятий и организаций, попадающих в них, обеспечить готовность поисково-спасательного отряда. Уровень весеннего паводка будет зависеть в том числе и от погодных условий. Насколько интенсивно будет сходить снег? На данный момент высота снежного покрова во Владимирской области превысила 50 сантиметров, а вот толщина льда на океане сейчас в среднем полметра. Активное таяние снега, по прогнозу синоптиков, начнется после 20 марта. Чтобы избежать худшего сценария, специалисты вскоре начнут проводить распиловку и чернение льда, организовывать информирование населения, проживающего в зоне возможного подтопления и отрезания, а также спланируют заблаговременное исполнение мероприятий социальной направленности, выплата пенсий, работа автолавок, запас медикаментов. Спасатели напоминают муромлянам о правилах поведения на льду в весенний период. Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет и становится рыхлым, опасным для перехода. Особую внимательность необходимо проявлять любителям зимней рыбалки, Кроме того, за выход на лед в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность. Штрафы могут составлять от 800 до 4000 рублей. В ведомстве напомнили, что следить за соблюдением правил будут инспекторы ГИМС и другие сотрудники МЧС. Рейды по водоемам региона уже начались.